Чарниговский академичный камерный хор имя Бартнянского привез у Гомель с оправданную мистерию. Творческий проект под названием «Мьюзика инкогнито» представили на сцене колледжа мастерства имя Соколовского. Дарывший визит украинских гостей отбылся у отказ на выступление камерного хора Хомельской филармонии в Чарнигове. Чарниговскому академичному камерному хору имя Бартнянского отрымалось уразить глядачоу с самых первых хвилин. Одно только сценичное оформление здевляло своей незвычайностью. Велизарная человечая долонь створала атмосферу таемничести и загадковости. До этого додавались ящие черные манты на вокалистах. Справа у тем, что проект заснованный на творах, ауторы яких засталися невядомыми. Я лично искал эти произведения в библиотеках разных городов, европейских городов. Они там лежали невостребованные много-много лет. Эта музыка объединяет то, что это очень высокая, высокохудожественная музыка. И то, что автора остались неизвестными. Либо потому, что они сами посвятили эту музыку Богу и сами устранились из этого исторического процесса. Либо история стерла их имена. У программы удельничал увесь состав хору. 26 вокалистов. Они выполнили творы на латыни, немецкой мове и старославянской. Коженый спел сопроводжался театрализованным действом. Отримался соправданный музычный спектакль со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Вот последние несколько лет наш коллектив очень активно занимается, так называемым, хоровым театром. И у нас уже это четвертый проект в этом цикле. Мы делали «Алиса в странице чудес», полностью англоязычный, тоже стерлализованный постановкой. У нас вот «Музыка инкогнито», у нас «Велком то рабство». И мы активно развиваем вот эту нишу, поскольку есть много вещей, которые выходят за рамки простого хорового пения. И хочется их реализовать, хочется сделать. Коллектив Майя намер представить проект «Мюзика инкогнито» на театральных конкурсах и организовать гастрольный тур.